Движение. Знаете, жизнь и движение, пожалуйста, можно слайды двигать уже, пожалуйста, Настя. Вы сейчас увидите слайды, где люди счастливы от того, что они могут двигаться, потому что жизнь и движение, эти два понятия, неразрывно связаны между собой. И пока есть движение, есть жизнь. Движутся планеты во Вселенной, движется сок в листочках растений, передвигаются материки, волны в океанах, даже камни, и те двигаются. И человек, пока он движется, он жив. Так, я, наверное, тогда что, сама начну листать, да, Настя? Я так поняла, что какие-то... Сейчас, секундочку. Так, сейчас вот загрузится этот слайд. Вот. Значит, вот этих людей и объединяет счастье движение, радость от этого движения. Но, однако, знаете, наступает момент, и вот эта радость сменяется несколько на другое. И что объединяет именно этих людей? Да, конечно, боли, скованность, тугоподвижность. И по данным Всемирной организации здравоохранения, болезни суставов стоят на третьем месте по распространенности после болезни системы кровообращения и пищеварения. Это достаточно широкое такое распространение. И по причине временной нетрудоспособности стоит на первом месте. В России среди взрослого населения у каждого четвертого жителя эти боли среди людей старше 60 лет жалобы на боли в суставах у 97%. В мире вы сейчас увидите боли в суставах, от боли в суставах страдают 30% населения. У людей от 40 до 60 лет патология суставов у половины, это 50%. А если люди старше 60 лет, то патология суставов уже свыше 90%. Вообще, знаете, есть такая хорошая фраза, в ревматизм, как и в настоящую любовь, не верят до первого приступа. Да, пока это не коснется человека, мы думаем, что мы всю жизнь будем такими активными, счастливыми и радостными. Так вот, даже Всемирная организация объявила первые 10 лет нового тысячелетия декадой борьбы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Вот насколько серьезна эта проблема, которую мы сегодня с вами рассматриваем. И вы знаете, есть международная классификация болезней. И вот вы видите сейчас, у нас на этом слайде вот стоит цифра 187. У нас в организме 187 суставов. Но вот по вот этой классификации почти 100 заболеваний приходится на эти 187 суставов. На каждые два сустава одно заболевание. Это вообще картина достаточно серьезная. И чтобы разобраться, в чем же проблема, как помочь, что делать, я вижу, да, что уже вопросы, мы будем разбираться с этим. Я думаю, что в конце вам станет все понятно, что делать и почему. Так вот, давайте мы рассмотрим, что же из себя представляет сустав. Вспомним наши школьные годы. И вот вы видите сейчас на слайде строение сустава. Да, достаточно сложно. Но давайте посмотрим, как это выглядит схематически. Да, есть жировая ткань, плазма, синавиальная жидкость. Но есть еще более простое представление. Это схема строения сустава. Вот вы видите, что сустав представляет двухслойную такую сумку. Сейчас я возьму указочку, покажу вам. Так, секундочку, секундочку. Так. Вот, вот это сумка двухслойная такая сумочка. Окружающие вот эти соединенные кости. Вы видите одну и вторую. И основной функцией вот этой сумки, конечно, это обеспечение герметичности вот этой полости. И обязательно выработка вот той синавиальной жидкости, которая находится в полости. И эта жидкость выполняет, знаете, как вот для машины смазка. И идем дальше. Самые распространенные заболевания, про которые, ну, в общем-то, люди знают. Это артроз, артрит и подагра. Сейчас в последнее время стали говорить об этом заболевании все чаще и чаще. Заболевания звучат по-разному. Хотя симптомы, в общем-то, практически одинаковые. Происходит отек около суставной сумки тканей, вот этих тканей. И как следствие изменяется форма сустава. Происходит воспаление и боль различной степени при движении. И боль в суставе, или, как медики говорят, артрологию, можно разделить на две группы. Это первая группа – это воспалительные заболевания. И вторая группа – это регенеративно-дистрофические. Ну, вроде как опять сложно, да? Но давайте я вам покажу, как это все легко и просто. Вот вы смотрите, есть два таких понятия – артрит и артроз. Ид, на окончании ид, говорит о воспалении. Тебе вспомните, холецистит, цистит, простатит. Это все говорит о том, что в органе есть воспаление. И артроз. Артроз – это уже изменение и деформация. И идем дальше. Посмотрим, что такое воспаленный сустав и в чем же причина этого воспаления. Причина, как правило, попадания в область сустава возбудителей бактериальных или вирусных инфекций. При этом боли в суставах не связаны с физическими нагрузками. Так что, как иногда говорят, вот работа в тренажерном зале или там работа на грядках, здесь она ни при чем. Боль даже в покое увеличивается при движении. Кожа вокруг сустава краснеет, припухшая. По утрам возникает скованность. А на протяжении всего дня присоединяется еще и усталость, повышение температуры, головная боль, слабость, раздражительность. Потому что это постоянно вызывает на самом деле дискомфорт. Ко второй группе – артрозы. Относятся артрозы – это дегенеративно-воспалительные процессы. Здесь уже боль возникает из-за травмированности сустава вследствие постоянной чрезмерной нагрузки или, может быть, прямая травма. Поэтому вот артроз, он характерен уже для людей особой профессии. Ну, вот коленные суставы, как правило, у шахтеров беспокоят, болят. Локтевые, плечевые – у теннисистов, штукатуров, маляров. Изменение суставов стопы и голени у балерины. В группе риска – люди с избыточным весом. Решающую роль в развитии заболеваний суставов играют эндокринные нарушения и нарушения обмена веществ. Боли в суставах могут вызывать и механические факторы, такие как растяжение суставного аппарата, разрыв связок. И суставной синдром может являться предвестником – обратите, пожалуйста, на это внимание – онкологических заболеваний, эндокринных заболеваний, заболеваний кожи, крови, соединительных тканей. Ну и давайте посмотрим, какие же все-таки изменения происходят в самих суставах. Вот смотрите, артрит изнутри. Вы видите, где могут локализоваться боли. Это начиная от плечевых суставов. Кстати, шея, позвонки – это тоже суставы. Локтевые суставы, кисти, ноги. И вот как выглядит измененный сустав. Давайте посмотрим еще ближе. Вот смотрите, коленный сустав. Вы видите, слева идет нормальный коленный сустав. Нормальная суставная поверхность. Есть промежуточек, связки нормальные. Что происходит при патологии. Вот эти суставные поверхности из тех гладких, таких, знаете, шелковистых, они становятся такие, знаете, как я говорю, как наждачная шкурка. Уменьшается вот количество этой синавиальной жидкости, вот этой смазки. Поверхности суставов трутся между собой, вызывают боль, конечно. И вот связки сустава, они, смотрите, они утолщаются, они становятся грубыми. Вот это происходит в коленном суставе. Подобные проявления и в тазобедренном суставе. Смотрите, точно так же разрушается поверхность. Точно так же изменяются связки. Те же самые изменения происходят и в кисти. Вот вы видите слева нормальная здоровая кисть, здоровые суставы. И что происходит справа? Воспаленные суставы, идет деформация. И я думаю, что вы видели вот такие кисти, которые вы увидите сейчас на слайде. И эта кисть, знаете, мне напоминает кисть нашей известной артистки Людмилы Гурченко. Вот прям такая вот измененная кисть. И она даже похожа на изменения суставов, которые происходят при подагре. Подагра, вот я уже говорила, что в последнее время она стала больше звучать, это заболевание. Подагра характерна тем, что очень серьезно изменяется обмен веществ в организме. И соли, мочевой кислоты, они становятся, ну в общем их появляется достаточно много. И они откладываются вот в этих суставах, на ногах, на руках. И вот кисть приобретает вот такую форму, и суставы приобретают вот такой вид. Более того, это постоянно боль, это постоянно температура, это ограничение движения. И вот я уже говорила, что позвоночник – это тоже множество наших суставов. И вот вы сейчас видите, как выглядит позвоночник в норме. Но со временем, ну и благодаря тем причинам, про которые мы сегодня уже говорили, происходят определенные изменения в позвоночнике, те же самые, которые мы до этого говорили. Неважно какой сустав, сустав живет по одному и тому же принципу. И вот смотрите, тело позвонка, есть диск такой желеобразный, хондрозный диск. И есть промежутки, где выходят нервные окончания. И в норме это должно хорошо функционировать. Когда происходят изменения в позвоночнике, проседают позвонки, вырастают шипы. Вот эти связки начинают плохо работать. Они не сдерживают вот этот измененный диск. Диск начинает, простите меня за это слово, вываливаться из своего лежбища. И появляются такие грыжи межпозвонковые. И эти грыжи сдавливают вот эти сосудистонервные пучки. И появляется, конечно, невероятная боль. Это вот механизм образования заболеваний, изменений позвоночника. Вот так это видно на рентген-снимке. Я специально подготовила эти слайды. Такие вот, чтобы вы уже видели. Посмотрите, насколько вот эти крючки, как в народе говорят, которые могут зажимать эти нервные окончания. Насколько уменьшился промежуток между позвонками. Вот это рентгенологические признаки остеохондроза. И в последнее время очень часто вы слышите слово сколиоз. Да, это изменение осанки, это изменение позвонка. Вы видите, он может искривляться в любую сторону. И сегодня детки в школе, они уже имеют вот эти проблемы. Неправильно сидят, слабость костной системы. Но об этом мы будем говорить чуть дальше. И следующее заболевание, которое тоже стоит озвучить, это болезнь Бехтерева. Это уже, знаете, такое системное заболевание суставов с преимущественным расположением, локализацией процесса по всему позвоночнику. При этом суставы там, конечности, они менее затронуты. А вот сам позвоночник, он становится, знаете, вот как рыбий позвонок. У них нет вот этих вот изгибов, лордозов и кифозов. Прямой позвонок, причем больному очень трудно стоять. Позвоночник не пружинит, как это должно быть в норме. И появляются боли. И вот посмотрите, как это видно на рентгеновском снимке. Вы видите, позвоночник практически весь закостенел. И дальше вы сейчас увидите вот те изменения, которые происходят при болезни Бехтерева. Вот это нормальный позвоночник. Вот это изменение уже то же самое в тех же местах. И вот смотрите, идет срастание вот между этими позвонками. Состояние больного очень травматично и очень тяжело переносится. И главное, что это очень сложно поддается лечению. И вот смотрите, 4 нормальных кривизны позвоночника, про которые я говорила. Это в норме должно быть шейный лордоз, поясничный лордоз. То есть как бы выпячивание вперед. И грудной, и крестцовый кифоз. За счет этого мы имеем осанку. И мы не боимся, что у нас позвонки сломаются. Вот это так сделала природа для нас. И вот в последнее время опять-таки очень много идет информации об остеопорозе. И настолько это серьезная проблема, что вообще-то ее сейчас назвали даже молчаливой эпидемией. Потому что остеопороз, да, придел сейчас форму эпидемии. Он занимает четвертое место по распространенности после болезни сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний и сахарного диабета. И вот вы потом, я не буду читать все слайды, вы потом можете ознакомиться с ними, запись у вас будет. Но есть такой серьезный акцент. В 97-м году Всемирная организация здравоохранения объявила 20 октября Всемирным днем борьбы с остеопорозом. И в России этот день отмечается с 2005 года. На самом деле проблема достаточно серьезная. И потом мы тоже поговорим, вы поймете, почему это происходит еще. И вот остеопороз, да, будет еще слайд, да, вернемся к этому. Это заболевание, причем хронически прогрессирующее, системное заболевание, когда за счет нарушения, опять-таки услышите меня правильно, за счет нарушения обмена веществ Происходит дисбаланс, не усваивается кальций, который мы съедаем. Кости становятся хрупкими, потому что им не хватает этого кальция. Более того, даже нарушается строение кости, вот вы видите, меняется архитектоника этой кости. Кости, ну, грубо говоря, разваливаются. И вот это заболевание остеопороз, оно относится как к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, так и к заболеваниям нарушения обмена веществ. И вот смотрите признаки остеопороза. Они есть прямые и есть косвенные. Прямые признаки – это определенный вид боли в грудном поясничном отделе, уменьшение роста, явное изменение осанки. И есть признаки такие, на которых стоит обратить внимание еще до того, как уже заболевание будет буйствовать. Это ночные судороги в коленях и стопах, хрупкость ногтей, расслоение, проблемы с зубами, утомляемость, искривление позвоночника. Поэтому вы уже будете грамотные в этом, будете обращать внимание. И есть вот такой акцент, что женщины в связи с своей особенностью, вот именно генетической особенностью, они страдают остеопорозом в два раза чаще, чем мужчины. Особенно в определенный период, менструальный, предменструальный период. Вот эта проблема просто набирает силы. И как же лечим суставы? Что же делают люди, имеющие вот такие проблемы? Я думаю, что если вот я вас попрошу, вы, наверное, каждый напишет, чем лечились вы сами или чем лечились ваши родственники, знакомые. Да, конечно, надо снять боль, надо снять воспаление. Нужно как-то увеличить объем движения. Для этого, да, и используют обезболивающие средства, используют нестероидные гормоны. Да, вольторен. Вот, спасибо, Юлия, как раз вот это относится к нестероидным гормонам, такие же, как деклофенак и другие. Физиотерапевтические процедуры, внутри суставные такие инъекции, опять-таки, да, 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 совершенно верно, с использованием нестероидных гормонов. Ну, и станаторно-курортное лечение, и, конечно, хирургические операции, это уже в крайнем случае. Да, обязательно физические упражнения, обязательно. Так вот, что касается обезболивающих и нестероидных гормонов. На самом деле, снять боль можно на какое-то время, просто на какое-то время. Нестероидные гормоны, они имеют много побочных эффектов. Они нарушают работу желудочно-кишечного тракта, и получается замкнутый круг. Если плохо работает желудочно-кишечный тракт, значит, плохо усваивается пища, в том числе тот же необходимый нам кальций. Более того, нестероидные гормоны очень плохо влияют на кровотворную систему, плохо влияют на эндокринную систему, на защитную систему, и получается замкнутый круг. Да, вот уже написали, что замкнутый круг, начинаем лечить суставы, потом лечим почки, желудок и далее. Так что же делать? Что же делать? В России, как ни странно, вот фраза, которая, знаете, в свое время меня просто потрясла. Это было сказано в одном из очень серьезных медицинских семинаров. В России, как ни странно, не умирают от старости. У нас всего лишь две причины смерти. Первая – это насильственная смерть, это травмы, суицид, дорожно-транспортные все эти аварии, отравления и все прочее. И вторая причина – это смерть от нарушения обмена веществ. Это достаточно серьезное заявление, и то, о чем мы говорили с вами впереди, как раз идет ссылка как раз туда. Что же на самом деле нужно нашим суставам? Нашему организму, всем нашим системам, каждому органу, каждой клеточке, а их у нас почти 300, ой, 100 триллионов. Вот каждой клеточке, из которой мы состоим, на самом деле, в общем-то, не нужна рыба, нужен фосфор, не нужно молоко, нужен кальций, не нужна смородина, нужен витамин С и так далее. Нам нужны в общей сложности вода, белки, 16 витаминов, 60 минералов, 12 аминокислот, 3 полиненасыщенные жирные кислоты, всего 90 биологически активных веществ. И еще я вам подарю одну фразу, которая в свое время меня просто впечатлила. Звучит она так. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Если так оно и было, то Господь Бог, ко всему прочему, оказался первоклассным химиком, вдохнув вместе с земным прахом 81 химический элемент из 92 встречающихся в природе. Так заработала большая химическая лаборатория, человеческий организм. Оказывается, при дефиците витаминов А, Н, Е, С, группы В, таких как 5, 6, В1, В3, В12, и таких макро- и микроэлементов, как магний, селен, медь, фосфор, кальций, цинк, марганец, сера, как раз и появляются те проблемы, про которые мы говорили. Мышечные боли, боли в суставах, развивается остеохондроз, остеопороз, остеомолиция, то есть расплавление костей и слабость костей, и появляются боли в суставах. И вот сейчас вы видите вот этот слайд, я специально на нем так задержалась подольше, потому что он просто вдохновляет. Оказывается, на клеточном уровне мы обновляемся. Да, у нас есть три органа, которые не обновляются, но их тоже можно питать. А вот все остальные, посмотрите, есть сроки обновления этих органов, этих систем. И смотрите, если мы каждый день будем кормить, питать, нормализовывать обмен веществ в своем организме, организм, он уже сам разберется, куда давать тот же кальций, тот же фосфор, только взять его нужно из нормальной пищи, из нормальной еды, в нормальном составе, в легком составе, чтобы организм-то его усвоил. И тогда у нас через определенный период, вот ученые говорят, 6-7 лет нужно нашему организму, чтобы обновиться полностью на клеточном уровне. И это замечательно. И теперь вопрос, что же сделать и как это происходит в жизни-то. Вот смотрите, есть такой вот слайд великолепный. Вот клеточки, такие вот пирамидки я их называю. Вот смотрите, клеточки, в которые есть такие бреши, дыры, дефициты каких-то витаминов, элементов. Плюс к этому здесь еще есть шлаки и токсины, уже не будем говорить об этом сейчас. Если эту клеточку наполнить полноценными витаминами, минералами, кислотами, вот все, о чем я говорила перед этим, то есть сделать такое сбалансированное хорошее питание. И посмотрите, какая красивая, великолепная станет у нас клеточка. И теперь вопрос, как же дать организму вот это все необходимое, где его взять? Об этом сказал еще давно великий ученый, отец корифей медицины Гиппократ. Он давно сказал, что лекарство должно стать пищей, а пища лекарством. Мне очень нравится высказывание Лайнуса Полинга, лауреата двух Нобелевских премий. Давно еще он сказал, здоровым организмом можно считать только тот, у которого все ферментные системы находятся в хорошо сбалансированном виде. Наступит время, когда врач будет лечить не язву, артрит или геморрой, что является лишь следствием, а первопричину. Дефицит магния, калия, селена. Вот замечательные слова, которые в свое время, знаете, мне настолько легли на душу, потому что невропатологи, мы понимаем, что нужно клетке для того, чтобы она правильно работала, для того, чтобы переходили импульсы от клеточки к клеточке. И я знаю массу анекдотов про невропатологов, про витамины группы В и никотинку, другого якобы они не знают. Вот, сегодня даже Министерство здравоохранения понимает, что сегодня нужно добавлять в пищу концентраты биологически активных веществ с целью обогащения рациона питания. То есть это официальный факт. И Министерство здравоохранения на самом деле приветствует эти комплексы. Так что вы сейчас видите слайд, который подтверждает о том, что сегодня, да, пользуются натуральными витаминно-минеральными комплексами страны достаточно широко. Вы видите, 90% населения Японии используют натуральные витаминные комплексы. И в Японии не пользоваться витаминами считается признаком дурного тона. В США 90% населения при их безобразном питании, они тем не менее все равно используют витамины. Европа чуть поменьше. И посмотрите, какая цифра у нас в России. Просто страшная, жуткая цифра. Именно поэтому, посмотрите, и продолжительность жизни у нас гораздо меньше в России, чем в других странах. Вот вам, пожалуйста, результат такого безобразного отношения к себе. И именно вот на этой почве сегодня родилась наука нутрициология. Наука о клетке, наука, так, ага, сейчас, секундочку. Наука о клетке, о жизни этой клетки, о развитии этой клетки. Так, куда-то я тут перепрыгнула, секундочку. И нутрициология охватывает вот такие сферы применения, как рубцовая ткань травмы, сердечные заболевания, обменные процессы. Вы тоже это все увидите. И сегодня в аптеках очень много продукции, которая заявлена как витаминно-минеральные комплексы, натуральная продукция. И как разобраться, какая же продукция будет вам полезна именно для того, чтобы вы хорошо чувствовали, чтобы двигались ваши суставы, чтобы не было судорог ночных, чтобы не было этой отечности, шишек на ногах и всего прочего. Так вот, на что следует обратить внимание при выборе вот этих витаминных комплексов? Конечно же, о положительных результатах использования данной продукции. Опыт и репутация производителя. Технология производства. Потому что да, можно по-разному готовить ту же траву, те же фрукты заготавливать. Обязательно обращайте внимание на документы, которые подтверждают качество продукции, где готовилась эта продукция. И, конечно, на саму упаковку, потому что, ну, чего греха таить, у нас достаточно легко все можно подделать, и это подделывается. Почему сегодня мы говорим о продукции холдинга Vision? Почему именно эта продукция сегодня заслуживает особого внимания и стоит на особом месте? И есть те позиции, которые вот мы озвучили. И вот я сейчас просто быстро, коротко скажу. Да, это, конечно, безупречный партнер, производитель. И у нас уже были конференции, где достаточно подробно говорилось о Баркофарме, о лаборатории ДМФО, о нутрифарме. Я обращаю вас просто вот к тем конференциям. И там вы увидите и о тех стандартах, по которым готовится эта продукция, и о той серьезности, и о тех 20 тысяч проверок на всех этапах. То есть все там это есть. Дальше, следующее. Это процесс изготовления, технологии изготовления. Прекрасно хозяйки понимают, что в замороженных овощах, фруктах сохраняются лучше все питательные вещества, витамины и элементы, нежели там в запаренном, в проваренном. Потому что да, клетка сохраняется. А если это сделать особым способом, при минус 196 градусов по Цельсию, в условиях жидкого азота, вот растение рассыпается по своим биологическим границам, она, клеточка остается живая, она просто мгновенно вымораживается. При этом она становится активной, она легкая, она легко используется, помещается в капсулу и съедается, когда запивается водой и очень легко потом работает в нашем организме и несет в этот организм все, что ему нужно. И помните, один из пунктов, да, вот это гарантия качества. Мне, правда, знаете, я работала долго ночмедом, я знаю, что такое рекомендовано. У нас в аптеках таких лекарств с маркой рекомендовано 2-6 процентов. И вы знаете, что 80-90 процентов в аптеке подделки. Так вот, продукция Холдинга Вижн, она вся рекомендована Минздравом. Это 96-98 процентов эффективности. Лично для меня это очень важно. И результаты использования этой продукции, и эффективность, и информация об этой продукции, она находится в справочниках, в различных клинических испытаниях. Мы просто, я уже просто сокращаю, идем быстрее. Вот для меня очень важно вот этот факт, что 31 марта 2010 года Всемирная организация здравоохранения и Холдинг Вижн заключили соглашение о межкультурном исследовании состояния здоровья, качества жизни населения Российской Федерации. И сегодня этот проект очень активно используется. В нем участвуют и Институт питания, и Всемирная организация. И это великолепный проект, я им пользуюсь тоже, рекомендую своим знакомым, родственникам. Люди получают рекомендации по поводу своего здоровья. И что же на самом деле сегодня мы имеем в арсенале? Вот вы видите высказывание Виктора Александровича Тутильяна, директора Института питания, о качестве и о том, как работает эта продукция. Тоже ее прочитаете. Что сегодня очень важно и что сегодня мы имеем в арсенале? Значит, есть такой классик хит, или я его называю кейс здоровья, который состоит, который нужен вообще-то на каждый день. Все вот эти семь флаконов, которые нужно есть для того, чтобы быть просто здоровый, просто активный, просто счастливый. Не ждать, когда у вас что-то появится. И сейчас просто вот быстрым таким телеграфным текстом я буду говорить, что туда входит в этот кейс здоровья. Это детокс, это детоксикатор, это природный антибиотик, это иммуномодулятор, это продукт, куда входит он кариотоминтоза, которая входит в противоопухолевую программу детокс. И самое главное, что детокс снимает воспалительные все процессы, в том числе и в суставах. И он чистит эти суставы еще от всех вот этих вот наростов, ненужных там кусочков и всего прочего. Дальше. Следующий у нас идет антиокс, по-моему. Сейчас, секундочку. Так, да, следующий антиокс, это антиоксидант. Долгое время он оставался лидером. Да, сейчас есть еще левлонг, куда входит 10 антиоксидантов, еще круче. Так вот, антиокс, он улучшает кровообращение. Он чистит сосуды, вот как ершиком прочищает сосуды. Он рассасывает спайки. Он содержит вот тот витамин Е, тот витамин С, цинк. Все, что необходимо нашим суставам, все находится в этом антиоксе. Следующий пакс, который содержит в себе вот те, про которые я уже говорила, витамины группы В, куда входят травы, снимающие воспаление, снимающие напряжение. И пакс, он вместе с антиоксом обладает таким обезболивающим эффектом. Он дает питание нашим клеткам, костям. Он в себе содержит кальций. И поэтому пакс, я его просто обожаю, как невропатолог вместе с антиоксом. Но идем дальше. Нутримакс, который содержит в себе корзину овощей и фруктов внутрь по максимуму. И содержит кальций, который очень легко и просто захватывается костной тканью. И косточки будут вам благодарны, потому что они получат питание. Цвелтформ, который восстанавливает обмен веществ, который нормализует обмен веществ. Вспомните, что все процессы, как бы там ни было, в том числе и процессы с костной системой, они все-таки основаны на нарушении обмена веществ. И сейчас я загружу вторую часть презентации. И мы идем дальше. Следующий слайд. Смотрите, что происходит с клеточкой, когда мы начинаем ее вот так вот кормить вот этой хорошей полноценной пищей. Клеточка просто благодарна вам, потому что на детоксе она становится чистенькой. На паксе она перестает плакать. Ну, то есть вы увидите, увидели этот слайд. Я думаю, вам все стало понятно. Так, секундочку. Так. Ага. Идем дальше. Значит, вместе с тем, что сейчас, да, пробовали и детоксом, и не только детоксом, значит, вместе с вот этим кейсом здоровья есть еще такое понятие, как хондропротекторы. И это препараты, которые стали известны уже 40 лет назад. Они появились 40 лет назад. И они были основаны на природных растительного и животного происхождения ингредиентов. И они давали хрящу строительный материал. И сегодня я вам имею хорошую новость, потому что сегодня есть хондропротекторы, которые работают очень активно, продуктивно. И первый из них – это глюкозамин. Глюкозамин – это вот тот самый необходимый строительный материал для хряща. Он относится к классу аминосахаридов. Но, в отличие от других углеводов, он не идет на получение дополнительной энергии, а он идет на формирование хряща, сухожилий, в том числе даже клапанов сердца. Получение вот той внутрисуставной жидкости для роста ногтей и волос. Сам организм производит хрящ только тогда, когда глюкозамина у него в достатке. И вот теперь обратим внимание. Получается глюкозамин, и мы получаем его, когда едим морские устрицы, креветки, хитиновый панцирь морских животных. Много ли мы едим этого продукта и каждый ли день. Так вот, исследования в Италии в 80-е годы показали, что глюкозамин в три раза лучше, чем ибупрофен, снимает боль. В 1994 году были проведены клинические исследования, в которых принимали участие 400 человек. Заключение таково, глюкозамин эффективнее, чем пероксикам, снимает воспаление и болевой синдром. И это меня очень радует. Следующий хондропротектор – это хондроитин. Это питание и защита хряща. Это тоже высокомолекулярный полисахарид. Главный компонент вот той самой, секундочку, вот той самой, так, секунду, секунду, той самой хрящевой ткани. Сейчас, секунду, техническая такая у меня тут задержечка. Сейчас, секунду, 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 секунду. Главный компонент для регенерации, то есть для восстановления хряща. Представляете, вот вы принимаете хондроитин, и хрящи восстанавливаются. Это очень нужно при травмах, при повреждениях. Это происходит потому, что хондроитин угнетает действия вот тех специфических ферментов, которые разрушают соединительную ткань. То есть он способствует восстановлению хряща. И в комплексных препаратах, когда там несколько составляющих хондропротекторов, его активность усиливается в разы. Поэтому его дозировка необходима меньше, ну, допустим, не полторы тысячи миллиграмм, а меньше даже половинки, то есть 0,5 миллиграммов. И основная особенность вот хондроитина, та, что он сохраняет воду в хряще в виде водяных подушечек. И это очень важно, когда человек падает или выполняет какие-то физические нагрузки, занимается спортом. И при недостатке вот этих водяных подушечек вокруг хряща, хрящи могут повреждаться. Хондроитин способствует тому, что уменьшаются боли в позвоночнике, в суставах позвоночника, увеличивается гибкость и подвижность. У хондроитина еще есть одна потрясающая особенность. Он оздоравливающим способом влияет на весь организм. То есть он нужен не только костям и суставам. Он, кроме всего, еще заживляет раны, улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы. И где же мы можем взять этот хондроитин? Он находится в коже, в сухожилиях, хрящах животного происхождения. Больше его в лососе, в семге. И дальше. Следующий хондропротектор – это метилсульфанилметан или МСМ. Это природный источник серы. И он появился, в общем-то, недавно. Вот его стали использовать. Он обладает потрясающим противоболевым эффектом. Способствует восстановлению соединительной ткани. Восстанавливает хрящи. Обладает противовоспалительным действием. Точка приложения метилсульфанилметана – это нормализация реакции организма при аллергических состояниях. Вот обратите внимание. То есть у него есть прямые показания. Такие, как аллергия, вызываемая бытовым раздражителем. Любые, тут причем любые аллергены. И бытовая пыль, и шерсть животных. И реакция на антибиотики. Везде применяется сульфанилметан, то есть препараты серы. Он снимает боль, аллергические реакции. Более того, он помогает при желчно-кишечных расстройствах. В частности, вызванных паразитической инфекцией. То есть эффективен даже при борьбе с паразитами. Сейчас это вообще очень модно. Кишечная и моча полового тракта. Таких, как клямблии, трихомонады, круглые черви. Далее, аллергические болезни легких, артриты, системно-красная волчанка. Даже при онкологии груди и толстой кишки. При диабете, рубцовых процессах, при укусах насекомых. Даже вот как невероятно, даже при храпе. Почему он так хорош, как противоаллергический компонент? Здесь есть такая вот мулечка. Наша система иммунитета устроена таким образом. Иммунокомпетентные клетки, то есть клетки, которые отвечают за иммунитет, они ходят вдоль суставов и проверяют целостность ткани. Неповрежденные клетки – ярлычок свой. Поврежденные клетки – не свой. И в месте повреждения, допустим, травма, артриты, артрозы, тоже развиваются вот по такому же принципу. И вот эта клеточка, которая стала не своей, вот этот свой же иммунитет обнаруживает ее, вот эту внутреннюю антигенную структуру, то есть он ее принимает как за чужака, и начинается такое асептическое воспаление в этом месте. То есть свой же иммунитет начинает агрессивно разрушать свой же сустав. Парадокс. Но вместо заживления идет приказ на войну. Разрушаем. И начинается вот такая аутоиммунная агрессия. То есть обнажаются внутренние антигенные структуры, и свой иммунитет начинает их воспринимать как чужих. Так начинается воспаление. И метилсульфанилметан очень важен для снятия вот этого аллергического компонента, поддерживающего воспаление. Где же находится вот этот сульфанилметан? Это в свежих, обратите внимание, свежих продуктах. Овощи, фрукты, мясо и молочные продукты. И в сутках необходимо до одного грамма вот этого сульфанилметана. А теперь зима, где мы имеем свежие продукты. Вот вопрос. И когда объединили вот эти три компонента вместе, вот в хондропротекторах, люди почувствовали просто невероятное облегчение. Были проведены клинические испытания в Европе, у нас в Москве, в Обнинске, которые действительно подтвердили, что восстанавливается хрящевая ткань, увеличивается количество суставной жидкости. Люди действительно получают облегчение. И вот следующий хондропротектор – это экстракт бамбука. Это ноу-хау. Он необходим человеку, крайне необходим, так как бамбук – источник кремния. И академик Вернадский еще когда-то давно сказал замечательно, никакой организм не может существовать без кремния. А с возрастом, к сожалению, количество кремния в организме резко уменьшается. А недостаток кремния приводит к нарушению обмена веществ. В организме кремния стимулирует синтез коллагена и соединительных тканях. Это то, что у нас и в коже есть, то, что и в суставах есть, и в поверхностях. Прошу прощения. И в поверхностях вот этих костей в суставе. Бамбук улучшает состояние стенок сосуда, снижает проницаемость капилляра, улучшает микроциркуляцию. То есть то, что нужно при артритах, артрозах и межпозвонковых дисках. Теперь мы имеем все для сохранения и восстановления хрящей. Соединительной ткани. Хрящи будут в безопасности, так как вокруг них будут водяные подушечки. Будет нормальное количество суставной жидкости в этих суставах. И при этом противовоспалительный и обезболивающий эффект. Просто футастика. И сегодня есть решение. Сегодня в холдинге Вижн есть продукт, который изготовлен в концерне Аркофарма. Сейчас, секундочку, согружится слайд. Так. Что-то, что-то у меня тут. Ага, так. Ой. Так, секунду. Это, да, вот. Это комплекс, витаминно-натуральный комплекс EnjoyNT. Это как раз тот комплекс, который решает вот все эти проблемы. И вот следующий слайд, который вы видели. Поскольку есть спрос, я уже говорила, что хондропротекторы известно давно, то есть, конечно, и предложения. И что сегодня предлагает нам рынок? Хондропротекторов сегодня на самом деле достаточно много. Какие-то есть подешевле, какие-то есть подороже. Вот первая баночка, это чистый глюкозамин. Компании NSP идет через сетевую структуру. Другие есть в аптеке. Две баночки. Вот белая баночка, Джо Уэйдер, пользуются культуристы Арнольд Шварценеггер. Все вот составляющие там в больших дозировках более чем 500 миллиграмм. Но там нет больше ничего, кроме глюкозамина. Ну, в лучшем случае, еще и хондроэтин. Есть сегодня на рынке такие еще хондропротекторы. Такие, как Терафлекс, Барекс, капли для волос, хондроэтин плюс, Афлутон, глюкозамин и Нолтра. Это достаточно, скажем так, дорогие. И с эффективностью, конечно, меньше, чем те, о которых мы с вами говорили. Так, сейчас, секундочку. И в помощь к хондропротектору EnjoyNT. Что ж такое? Сейчас, секунду. Сейчас никак у меня не выходит. Ага, сейчас. Вот, секунду, секунду. Сейчас я это быстренько сделаю. Так, секунду, секунду, секунду. Ага, вот. Ага, вот появился. Замечательно. Есть гель EnjoyNT. Это разогрев и подготовка суставов перед физическими нагрузками и отдых после нагрузки. Туда входит киенский перец, мягкое согревающее действие, которое улучшает кровообращение, обладает регенерирующими, такими восстанавливающими свойствами. Мартиния душистая, которая входит в состав геля, она уменьшает отек, устраняет воспаление, снимает боль в суставах, увеличивает их подвижность. И арахисовое масло, которое обеспечивает рост и восстановление тканей, а также обладает антиоксидантным действием. И еще есть один подарок, это такой комплекс продукт, специалист для профилактики остеопороза, остеосанум. Вы знаете, мы из пищи получаем-то всего лишь 20-30% кальция, плюс еще там проблемы с кишечником, и кальций у нас, конечно, поступает не весь. Более того, сбой обмена веществ приводит к тому, что кальций, в общем-то, есть в организме, он либо в другом составе, то есть тот, который не может усвоиться клетками и встать туда, где он нужен, а он тогда откладывается, этот кальций, в костях, в виде шипов, в связках, связки становятся такими жесткими, допустим, камнями в почках, в желчном пузыре. И вот люди, которые знают, что или там подозревают, что есть остеопороз, они идут обследоваться к врачу, делают анализ на кальций, и иногда врач говорит, ой, да что вы, у вас кальция предостаточно, на двух хватит. А при этом у человека вот все есть признаки остеопороза и проблем. Так вот, как раз это тот кальций, которого много, но который делает нам медвежью услугу. В остеосануме кальций тот, который усваивается на 96-98%. У меня лично проблема с остеопорозом, с усвоением кальция в трех поколениях. У меня мама, тетушки горбатые, дед из двойни тоже горбатый. Это все благодаря тому, что вот в организме не усваивался кальций. Я сегодня благодаря вот этой продукции сохранила свои суставы, даже после травмы я восстановила сустав, хотя мне говорили о том, что я не встану на свой сустав, мне надо его только протезировать. Ну вот, слава богу, остеосануменжой помог и все это произошло. Так вот, смотрите, сколько великолепных составляющих и витамины, и витамин D3, про которые сегодня говорят и знают, что кальций без витамина D3 не усваивается. Но есть еще одна, здесь, кстати, экстракт мумио, который содержит в себе целый каскад макро-микроэлементов, окиси металлов, аминокислот, фосфолипидов, витаминов, эфирных масел. И именно вот мумио как раз и помогает продуктивно использовать и восстанавливать кальций и восстанавливать сустав. И витамин D3, вот стало известно совсем недавно, он правильно будет работать и направляться только туда, туда, куда надо, при условии, да, детям можно, при условии, если в организме будет в достаточном количестве витамин К2. Это на самом деле так, и слава богу, в остеосануме есть этот витамин К2, который работает как регулировщик и направляет наш комплекс туда, куда нужно. И, конечно, остеосанум, благодаря вот таким свойствам, защищает наши кости от остеопороза, но еще и снижает риск атеросклероза, защищает от тромбов и помогает регенерации ткани кожи, волос, ногтей и суставов. И, знаете, не стоит ждать того момента, когда вы почувствуете вот эту нехватку кальция. Нужно делать профилактику, нужно использовать остеосанум еще до того. И вы видите преимущество, вот уникальность остеосанума. Вы видите, сколько содержится в нем составляющих в сравнении с другими. Я уже не буду перечислять их, вы разберетесь, потом посмотрите. Но это на самом деле удивительный продукт. И, естественно, остеосанум будет работать эффективнее, когда он будет в комплексе. Допустим, с Бьюти и Шеветоном, ЛС Баланс и Винекс. Вот Бьюти и Шеветон будет больше восстанавливаться. Лучшие кости, связки, ногти, кожа будет другая. ЛС Баланс и Винекс будет обмен веществ лучше. Ревьен, Пакс, Пасилат, Мистик будут еще и уменьшать боли в суставах. Сфилтформ, Кэйджо будет восстанавливать обмен веществ. Это великолепное сочетание, которое я рекомендую использовать. И, конечно же, браслет, пентактив, который является не просто стильным украшением, но еще благодаря своим вставкам благотворно влияет на весь наш организм. Расширяет сосуды, вот вставки с инфракрасным излучением обладает противоопухолевый эффект, улучшает сон, работу суставов. Вставка с ионами серебра обладает как раз антибактериальным действием и влияет более чем на 650-700 родновидностей микробов, вирусов и грибков. А наши лучшие антибиотики действуют всего лишь на 5-10 видов бактерий. И пятая вставка, магнитная вставка, вставка расширяет сосуды, улучшает сон, работу суставов, кровоток улучшает. И пятая вставка, это отрицательно заряженные ионы, дает хорошую умственную, физическую работоспособность, бодрость, настроение и плюс еще здоровые суставы, это будет вообще классно. И есть замечательный комплекс Step to Dream, который включает в себе 4 таких программы, направленные на здоровье, на молодость, красоту и, конечно же, любовь. Это комплекс для очень занятых людей. Там есть все для того, чтобы вы были активны, красиво выглядели, имели хорошие суставы, здоровую кожу, осанку. Ну и, конечно же, ноу-хау последнего времени, это биоин, это программа, которая сделана на основе открытия, на основе Нобелевской премии, которая выдана за будущее бессмертие в 2009 году трём учёным за открытие того, как теломеры и фермент теломеразы защищают наши хромосомы. И основано это опять-таки на микробиоме человека, то есть мы все состоим не только из клеток, мы ещё являемся как хранилище и резервуар для микробов, для бактерий. И вот от баланса, от альянса, как они живут у нас там, сколько у нас положительных, хороших бактерий и как мало у нас агрессивных бактерий, зависит наше здоровье. Так вот, по микробиому можно определить даже, какие заболевания есть у данного человека, какие заболевания будут в ближайшее время. И есть хорошая новость, что биоин, программа биоин, она восстанавливает вот этот баланс между бактериями, заселяет нужные бактерии в наш организм. И организм, в котором восстановлен баланс микробиома, он не болеет. И после постоянного приёма биоин в течение пяти лет процессы старения фактически останавливаются. Просто замечательная возможность, которая сегодня есть у каждого из нас, и я знаю людей, которые пользуются этой возможностью. Но есть ещё один прибор, регистратор оценки функционального и эмоционального состояния, который подтверждает, что на самом деле продукты, о которых мы сегодня говорим, эти программы работают. Этот прибор тестирует 17 органов и систем. И я думаю, что вы уже знакомы многие с этим прибором. Я просто покажу, как изменяется рофограмма. То есть это состояние вашего организма после приёма такого комплекса, как ДФАИКС. Но я уже не буду конкретно говорить. Это великолепный такой пакетик, сделан на меду, который содержит в себе янтарную кислоту. И улучшает прям тут же мгновенно питание клеточек. И вот смотрите, третий, четвёртый и пятый – это параметры шейного, грудного и поясничного отдела. И посмотрите, насколько они улучшились. С четвёрки ушли на пятёрку, с тройки на тройку. Ой, с двойки на тройку. То есть чётко рофограмма подтверждает, что ДФАИКС обладает вот таким эффектом. Следующая – шейки, которые тоже очень любят спортсмены. И просто это как полноценное качественное питание. То же самое, смотрите, как улучшается рофограмма. Становится тёмно-зелёненькой, а это оценка 5. Тройка – это оценка посредственная. Дальше – левлон и гранатин. С оранжевого, с двойки перешло на зелёное, на четвёрочку. Следующая – ПАКС и левлон. Он тоже великолепные результаты показывает использование этой продукции. И, конечно же, результаты, которые рассказывают люди, которые пользуются этой продукцией. Вот Суворов Сергей, серебряный клоун России, который начал использовать гель «Миллениум», ушёл хруст, боли в коленях. Результат – третьего-четвёртого раза. Следующий результат – это Семенцова и Лидии, которая была прооперирована на позвоночнике. И первые результаты получила на браслете, когда приложила браслет на место операции, боль утихла. А затем уже на приёме витаминов отошла одна нога, а затем другая, появилась чувствительность в этой ноге. Следующий результат – Дубенко Валентина, у которой на фоне спинномозговой грыжи, конечно, она принимала все положенные лекарства, и улучшения не было. И когда она стала пользоваться вот этими комплексами с 2012 года, боли ушли, носит каблучки, путешествует. Сегодня она находится в Москве, счастлива, выполняет работу по дому, воспитывает внуков и радуется жизни. Серова Вера Васильевна, женщина, которая уже почти 80 лет, радикулит, травматизм, переломы ног. Первый же день на фоне использования витаминов в ношении браслета уменьшились боли в суставах, смогла самостоятельно помыться в ванне. Следующий результат – Колесникова Валентина, это наша дальневосточница, тоже седьмой десяток лет. Распространенный остеохондроз, боли в суставах, там целый букет. Решался вопрос об операции на коленном и затем-то забедренном суставах. Первый же месяц приема комплексов почувствовала облегчение. Далее – Сумачкова Юлия, полиартрит коленных, локтевых суставов, хруст, боли, плохо сгибались суставы. Начала пользоваться гелем, улучшение пошло через некоторое обострение, но через неделю ушли боли, которые мучили два года. Суставы стали лучше сгибаться. Дальше – Шумская Татьяна, болезнь Бехтерева, про которую вы сегодня уже слышали. Боли в суставах, позвоночнике. Как положено, активно лечилась. Улучшение самочувствия ощутила через две недели после начала приема комплексов Холдинга Вижн. Сегодня эта красивая дама с великолепной осанкой, кстати, тоже находится в Москве на том форуме, про который говорила сегодня Анастасия. Ходит в красивой модельной обуви, живет полноценной жизнью, чем очень удивила своих лечащих врачей. Клименко Людмила. Букет заболеваний. Среди них артрит правого коленного сустава. Употребление натуральных комплексов за семь месяцев решила эти проблемы. Ковалевская любовь. Ущемление седалищного нерва. Задавали вопрос. Плюс физическая нагрузка на фоне стресса. Конечно, ожидалось резкое ухудшение. Браслеты спасли ситуацию, защитив очередного обострения. Кроме того, стало активнее. Нормализовался режим сна и бодрости. Результаты потом почитайте более подробные. И последний результат, не буду вас утомлять, это Санникова Галина. Прием гормонов привели к сбою обмена веществ, избыточному весу. Боли в спине. Буквально сползала с кровати. Два с половиной месяца приема витаминов и значительно улучшилось самочувствие. Уменьшились боли в спине. Пошел снижаться вес. Вот такие замечательные результаты, которые я вам показала. И намного больше. Я знаю, что результаты есть у людей. Спасибо, вы уже делились в комнате. Эти результаты уже есть. Есть результаты на нашем независимом сайте возоза.орг. Зайдите туда, посмотрите. Найдите свой результат, что вас интересует. Почитайте. И на самом деле начните пользоваться натуральной продукцией, качественной, которой вы достойны, лучшей, которая есть сегодня в мире, прямо сейчас, прямо вот с сегодняшнего дня. И всего через несколько месяцев вы забудете о многих своих недугах. И будете очень впечатлены, насколько улучшилось ваше самочувствие. Спасибо всем большое за внимание. Я думаю, что информация, которую вы сегодня услышали, будет полезна вам. Вы будете ее использовать. У вас сегодня есть картина, что происходит с нашими суставами, с нашим позвонком. Я желаю вам здоровья, счастья, успехов и активности. Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok